Добрый день, это программа Парадокс, эфир Степан Димура, телефон студии 6510-996, код города 495, звоните, задавайте вопросы. Сегодня мы поговорим о падении продаж пивных компаний, и вопрос стоит, мы стали меньше пить, или как в том анекдоте, мы стали меньше кушать. Ну, когда разговор заходит о пиве, меня всегда, особенно о российском пиве, мне всегда вспоминается старый такой американский анекдот. Вот, если верить древнееврейскому фольклору, то однажды, то ли две тысячи лет назад, то ли тысячу лет назад, в зависимости от того, какие книжки вы читали. Вот, местный Шикси в Палестине и римского легионера родился мальчик, назвали его Йосиком. Так вот, у Йосика была поразительная возможность, он мог превращать воду в пиво. Так вот, даже Йосику не удалось превратить Бадвайзер и Миллер в пиво. Ну, такой старый американский анекдот, но насколько он соответствует действительности, мы поговорим с нашим гостем, Андреем Ериным, директором по корпоративным отношениям компании SunInBev. Добрый день, Андрей. Добрый день, Степан. Добрый день, молодой радиослушателем. Пивоваров, ну вот, честно говоря, если попробовать тот же Пилзнер или попробовать Гиннесс там, а потом попробовать у нас, который производится по лицензии, ну как-то вот как Бадвайзер и пиво примерно получается. Это вот с чем связано? Я думаю, что в первую очередь это связано с психологическим настроем человека, потому что когда проводятся так называемые блайн-тесты, тесты вслепую, они проводятся периодически не только в нашей компании, в других компаниях. Они проводятся регулярно исследовательскими центрами. Люди, те, которые живут и за рубежом, и те люди, которые живут в нашей стране, они, как правило, не могут отличить пиво. То, которое изготовлено на территории Российской Федерации, то, которое изготовлено непосредственно, ну, скажем так, в странах, исторически считающихся пивоваренными. Бельгия, Чехия, Германия. Бельгия, Чехия, Германия. Ну, немножко продолжу вашу тему, то, с чего вы начали по поводу анекдота. Будем ли мы больше пить или меньше. Мне вспоминается другое немножко развитие событий. Это то, когда папа пришел домой и сказал сыну, что я теперь буду меньше зарабатывать. И сын сказал, ты будешь теперь меньше пить. А он ему сказал, нет, теперь ты будешь меньше есть. Так вот, я как раз призываю к другому. Если мы хотим потреблять достойные качественные напитки, мы должны себя не ограничивать в их потреблении, переходя на какие-то более дешевые. Нужно просто больше зарабатывать. И тогда мы сможем себе позволить то, что мы хотим. Такой хороший совет, да. Нужно больше зарабатывать. Хороший намек. А если человек не пьет, то ему вообще работать не надо, да? Нет, только если он сможет тратить деньги на что-то другое. У каждого свое хобби. Потом пить и выпивать, как вы понимаете, это разные вещи. Можно прекрасно совмещать, допустим, потребление янтарного напитка с просмотром любимой телепередачи, футбольного матча или хоккейного. Так, это уже идет скрытая реклама. Без янтарного напитка никуда. Ну, видите, даже слово пиво не прозвучало. Янтарный напиток, эквивалент подсознаний. Ну, а серьезно, тема программы – это падение продаж пивных компаний. Это действительно так? Да, да. Данные свидетельствуют именно об этом. Причем, эта тенденция наметилась уже несколько лет назад. И в значительной степени этому способствовало сначала падение производства. Ну, естественно, логическим продолжением явилось падение потребления. Акциза, связанное с серьезным увеличением акциза. То есть, в 2010 году он был увеличен в три раза на 200% с 3 до 9 рублей. И дальнейшие увеличения были порядка 20-25%. Это вот на пиво, которое еще на тот момент было без алкогольной продукции, нужно отметить. А в то же время крепкий алкоголь в значительной степени отставал в этом плане. И получил таким образом серьезные преференции. И если мы посмотрим динамику, например, поступления акцизов за 5 лет, с 2007 по 2012 год, то поступление акцизов от пивоваренной индустрии было увеличено в 5 раз. Задумайтесь, 5 раз. А от крепкого алкоголя всего-навсего на 60, по-моему, 4%. То есть, вот какие неравные условия происходят. Помимо этого, есть огромное количество других факторов, которые являются... То есть, извините, я спрерываю, это не сезонный фактор. Это вот... Это вот одна из составляющих. Одна из составляющих, серьезные составляющие, которые... Многолетние тенденции. Многолетние тенденции. И мы, естественно, ведем диалог с профильными министерствами, ведомствами. И, как нам кажется, на сегодняшний день наступило понимание. И если мы посмотрим прогноз Министерства финансов, то, которое оно вот сейчас активно обсуждает, прошли парламентские слушания в Государственной Думе, слушания в Совете Федерации, будут вноситься изменения в налоговый кодекс. Так вот, начиная с 2016 года, увеличение акциза будет происходить как раз ровно на уровне инфляции. То есть, на том уровне, который мы считаем приемлемым. И то, которое обычно... Ну, то есть, так, как это и должно происходить. Помимо акцизной составляющей, есть очень серьезная составляющая государственного регулирования. То есть, наше законодательство, под которое мы попали, то есть, вот просто как кур-вощи, когда стали из пива безалкогольной продукции алкоголем, и все требования, законы, которые регулировал спирт, спиртосодержащую и алкогольную продукцию, они автоматически, естественно, легли на наши плечи. Без какой бы то ни было адаптации. И вот после этого, с 2011 года, идет, скажем так, периодическое изменение, внесение каких-то поправок в этот закон. То есть, вот гуртом все приняли, а теперь как бы откручиваем колесо истории назад. То есть, это полный запрет рекламы, тотальный. Хотя, всем известно, и исследования многочисленные это подтверждают о том, что реклама никак не влияет на количество потребляемой продукции, а только перераспределяет ее между брендами. Второе. Ограничение по продажам. То есть, это и по времени, и более того, и по местам. Да, с ларьками там. Да, с ларьками отдельная история. То есть, закрыв вот эти, так называемые, нестационарные точки, государство таким образом, вольно или невольно лишило работы порядка 250-300 тысяч человек. Зато помогло крупным сетям. По территории России. Ну, помочь нам помогло, но люди-то эти остались нетрудоустроены. Ну, это зависит от лоббистов, правильно? Есть, как разобраться. Да, в данном случае мы как раз выступали за сохранение частного бизнеса, мелкого бизнеса, собственно, то, за что ратует государство, то, что поддерживает Министерство экономического развития. И в этой связи продажи, опять же, в значительной степени упали, поскольку составляющая пива в объектах нестационарной торговли была где-то до 30%. И основную выручку, если не ошибаюсь, как раз делали на этом, и на сигареты. До 40%, да, 50% именно так и было. Если мы в городах, в крупных, этого не замечаем, то в более мелких населенных пунктах они порой, вот эти объекты, они являлись единственной точкой, где вообще можно что-либо купить, в том числе и пиво. Сезонный фактор, вы его абсолютно правильно упомянули, потому что вот именно в этом году, в 2012, он внес, опять же, свой существенный вклад. Поскольку на территории, европейской территории России была удивительно морозная зима, и она продлилась долгое время, дольше, чем ей положено по отведенным ей календарем срокам. И март был достаточно холодный, и средняя температура, там, если я не ошибаюсь, градусов на 10 была ниже средней за 40 последних лет. Собственно, естественно, это тоже явилось результатом того, что люди меньше пили этот напиток, поскольку его рекомендуется пить охлажденным, чтобы почувствовать все это все прелестиво. То есть, а не подогретым. Пить, когда холодно, у него никто не будет. Правда, у нас и мороженое зимой едят. Ну, вот здесь, опять же, смотрите, какая тонкость. А в цифрах, каково падение? По данным Росстата, это 10 с небольшим, то есть, где-то 10,2%. Потребление по стране. А куда пошли вот эти люди, которые употребляли пиво? Они пошли в сегменты более крепкого алкоголя? Мы вынуждены констатировать, да, что потребление крепкого алкоголя, оно действительно возросло. Ну, естественно, не конкретно на такую цифру. А вот то, что в плане потребления пива в морозное, не в морозное время, здесь, смотрите, понятие культура потребления. То есть, если в Чехии, в той же самой Германии, достаточно сложно встретить человека, который на ходу пьет пиво из бутылки. Если они сидят... Ну, там везде бары, пабы, они там нажираются там. Причем до поросячьего места. В барах, ресторанах, поэтому для них все равно, какая температура на улице. Соответственно, если количество таких мест у нас в России будет достаточным для того, чтобы люди могли культурно провести там досуг и выпить кружку пива, то тогда сезонный фактор, естественно, уже действовать не будет. И не будет там вот неприглядной той картины, которую мы иногда наблюдаем на наших улицах. А то есть, вот статистики по тому, куда ушли ваши потребители, такой твердый, нет. Ушли они там на водку, ну, на коньяк навряд ли, в основном на водку, наверное, ушли. Ну, на крепкий алкоголь, конечно, конечно, да. То есть, вещи достаточно очевидные. Андрей, вынужден вас прерывать, все мы уходим на новостной перерыв. Александр, оставайтесь с нами, мы обязательно возьмем ваш звонок. Добрый день, это снова программа «Парадокс». В эфире Степан Димур. У нас в гостях Андрей Ерин, директор по корпоративным отношениям компании «Сан-Инбэф». Обсуждаем мы падение продаж пивных компаний. У нас есть телефонный звонок, давайте его возьмем. Александр, добрый день. Здравствуйте. Степан, очень хорошо, что вы подняли эту проблему. Вот я уже, наверное, лет 10 пытаюсь там или Каулову задать вопрос, или еще кому-то. Неделю назад я Дмитриеву задал, но там подбегали меня астракизму, там обвинили в том, что я ребенок и не понимаю разницы во вкусе. И проблема в чем? Вот я уже лет, ну, с 94-го года езжу в Германию, и вот постоянно пью пиво там и пью его здесь. И причем в Германии я пил даже российское пиво, Балтику и Очаковское пиво пил ячменный колос. И вот они совершенно иным образом отличаются от того, что здесь вот продается вот это пойло. Вот. И вот эти разговоры, что, значит, проверяли там слепые тесты, это все не более чем реклама, поверьте мне, потому что вот такие же слепые тесты я делал у себя дома на кухне, и результат был всегда один и тот же. От российского пива болит голова на утро, его пьешь кислятина во рту, давление подскакивает сумасшедшим образом. Вот. Но, впрочем, от кола то же самое. То есть вот все, что здесь производится для нас, для россиян, это полный отстои. Вот если сравнивать с тем, что на Западе один и тот же продукт брать, то это полнейший отстои. Это проверено многократно. Вот. Я считаю вот эту проблему, преодоление, ну, как бы преодолеть эту проблему, можно только одним способом. Нужно принять закон о пиве, как приняли о квасе. Потому что пиво у нас, по сути дела, это вот Юпи, вот знакомые там работали на пивозаводе, это берет шок, разводится водой, и все, наклеивается любая наклейка, которая вам нужна, и продается в магазине. Поэтому голова, поэтому давление, поэтому кислятина, а все остальное – это реклама. Ну, вот я вот Андрею задавал этот вопрос, Андрей сказал про слепые тесты, но я вот уже пять месяцев вообще ничего не пью, завязал. Но вот у меня действительно, Андрей, тоже складывалось такое впечатление, что что-то здесь не так. Причем не только с пивом. Я помню, я, когда вернулся из Штатов, я был большим фанатом, я курил Росманс. Синий Росманс курил. И приехал в Россию, с радостью обнаружил, что здесь тоже продается синий Росманс. Потом, наверное, через год я вдруг понимаю, что что-то с ним не то, почти как ява. Оказалось, Росманс открыл здесь предприятие, по лицензии производит Росманс. С Росманса пришлось уйти. Перешел на Данхилл, курю черный Данхилл. Тоже он был импортный, тоже стали здесь производить по лицензии уже, наверное, года два или три. И вы знаете, пока что особых различий не заметил, но все равно что-то не то. Может быть, все-таки слепые тесты здесь ни при чем? Действительно, существует такая проблема? Ну, смотрите, это я, скажем так, один из вариантов вам привел, который подтверждает, ну, скажем так, неправомерность вот этого утверждения. Ну, потому что, извините, я сперебиваю, потому что, например, если мы возьмем лекарственные препараты, то в этой области творится полнейший беспредел, то, что идет к нам и то, что продается, скажем, в Евросоюзе. Ну, в лекарственных препаратах здесь еще есть проблема дженериков, как вы знаете, то есть когда... Нет, именно тот же вот берете аспирин. Вот у нас, например, продается тот же аспирин, но в нем почему-то всего лишь 25% активного вещества. Про лекарство можно говорить отдельно, потому что, да, там есть проценты, действительно, содержание процентов вещества меняется, это есть детские дозы, взрослые дозы, неважно. То, что касается производства пива, вот то, что мы услышали в звонке Александра. Александр, я приглашаю вас посетить любой из наших предприятий, ближайшее здесь к Москве, это Клинский пивоваренный завод. Мы там проводим регулярно экскурсии, то есть показываем людям все, не утаивая ничего, абсолютно всю технологию производства, и любой человек, то есть, неважно, это госслужащий, журналист или человек с улицы, он может и продегустировать пиво, которое там производится, и увидеть своими глазами, что то оборудование, которое там находится, в таких условиях, нет никакой невозможности, не необходимости производить пиво неподобающим образом. То есть нарушать технологию необходимости нет? Абсолютно нет, и главное, что ее невозможно нарушить. И вот, опять же, вот те самые легенды, черные легенды по поводу того, что пиво производят из каких-то порошков, возможно, кто-то где-то у себя... Это порошковое вино, скорее всего. Да, это вообще невозможно произвести, потому что пиво – это продукт брожения. Сыпьте, чего хотите, но все равно брожить это не будет, либо вам придется выжидать. Те же самые, там, 3-4 недели. А то, что касается возможной разницы во вкусе, того, что происходит в разных странах, рецептура абсолютно идентична у глобальных компаний. Ингредиенты идентичны, поскольку мы их закупаем тоже глобально для всех стран. То есть это практически как франчайзинг, как Макдональдс получается. Ну, в этой... Если утрировать. Ну, скажем так, в плане глобальных закупок это абсолютно так же. Но что касается возможного восприятия на вкус разницы, вода различна даже в разных регионах нашей России. Воду подготовка, естественно, осуществляется. Вода соответствует всем необходимым требованиям по качеству и безопасности. Но есть определенные элементы химические, те, которые в одном регионе присутствуют, в другом нет. Вот они вполне возможны, могут вносить какие-то небольшие вкусовые различия. Люди это воспринимают как... Ну, Андрей, давайте мы адресуем тот же вопрос с Павелу Шапкину, руководителю Центра разработки национальной алкогольной политики. Павел, вы меня слышите? Да, слышу. Добрый день. Вот звонил радиослушатель Александр. Он с таким, скажем так, заключением, что пиво, которое делают у нас, это вообще пиво пить нельзя, а которое делают там, это небо и земля, по сравнению с нашим пивом. Вы вообще согласны с таким утверждением? Может ли такое быть? Ну, насколько я знаю, там в той же Чехии, Германии, там подземные воды, они из подземных морей берутся. То есть вода слегка сфолноватая, поэтому характерный вкус у них такой. У нас она более прес... Алло. Павел, к сожалению, сорвался. Ну, практически тема была... Видно, лоббисты из крепкого алкоголя не тоже дали услышать. Не, ну, понимаете, вот кто же от воды зависит. Даже самогон заедет от воды. Абсолютно. Тут, собственно, то, о чем я и говорил. Да, Павел, вы снова на линии? Ну, Павла нет, пока возьмем еще один телефонный звонок. Добрый день, Юрий. Добрый день. Кстати, по поводу воды. Я пью темное пиво. К сожалению, из отечественных производителей тут на пальцах одной руки можно перечислить производителей, которым можно пить. Вот. И, кстати, когда была балтика 4-6, очень зависело от завода-производителя. Там смотришь, например, вот Калужской, там более-менее как-то было. А какие-нибудь там питерские, там еще какие-то, не помню, Самара, что-то такое. Вообще пить было нельзя. Ну, к чему хочу сказать. Вот по поводу воды, рецептуры, франчайзинга. Например, я любитель темного, люблю гин. Но тот гин за полтора евро, который продают в Европе, совершенно другой, никто не будет отрицать, чем тот гин, который нам Питер, не знаю, какое пыло разливает, и также его продает здесь за полтора примерно евро. Но его нельзя пить, и от него от одной бутылки у меня утром болит голова. Вы можете себе представить? Ну, было такое дело, я с вами согласен. Было такое дело, да. Не то, что было дело, оно до сих пор продается. Я иногда раз в год рискую его выпить, и все то же самое, у меня утром болит голова от одной бутылки пива. Там я его могу пить за раз, ну, 3-4, так сказать. А за день до 8 могу выпить. Ну, плюс там нету шарика, пена и все такое. Вот о каком франчайзинге говорить, что это не гин, это некое пыло, продаваемое по цене супер-брандового пива. Найдите еще здесь за 65 рублей пива отечественного производителя. Вот. И маленькое еще заключение в плане темного. Я правильно понимаю, Тверской темный, вот это вот ваша компания делает вашего гостя, нет? Нет. Нет. Ну, вот это одно из пив, которое, одного из темного пива производила, которое я еще могу... А вы имеете отношение как пиво Тверской темное? Я не имею. К сожалению, я его раньше, вот это темное было, там давным-давно, 15 лет назад, по-моему, появилось, или Тверской, вот, оно потом пропало, сейчас, к сожалению, это пиво я могу купить только в каком-то большом, вот это мега-морьном. Понятно. Да. Вот, в общем, в простых точках этого нельзя. Вот, как бы, и еще у меня одно замечание, я когда ехал как-то давным-давно, катаясь на лыжах, где-то в подмосковном, маленьком поселочке, буквально у дороги, я снялся в магазине, и там вот длина витрины от стены до окна была метра три, в два ряда было выставлено, там куча всяких бутылок, порядка 50-60 сортов, и вот когда еще Балтик продавался, я насчитал три вида темного пива, соответственно, очаковская темная, Балтик, это уже похоже на рекламу темного пива. Нет, 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 я к чему хочу сказать, что такое ощущение, что во всем мире примерно процент пьющих темный там вот большой, а у нас как будто бы там один-два процента пьют темный, просто... Ну, оно достаточно тяжелое, на самом деле, если так по памяти, оно тяжелое, достаточно пиво темное. Вы знаете, вот есть опять же... Не всегда его можно выпить много. Самое удивительное, ну, это, собственно, не самое удивительное, считается, опять из тех легенд, что темное пиво, вроде бы оно крепче. На самом деле, абсолютно это не так, это просто-напросто прожаренный солод. Так вот, что касается пива, вот нашему радиослушателю я бы порекомендовал Лемен Брау, Дункен, это вот наше темное пиво, пусть оценит, если еще не пробовал до сих пор, и, например, Лёфа темная. Совершенно великолепные сорта. Голова от них не болит. А, Павел, вы снова с нами на линии? Да, да, да. Что-то связь прорвалась. Ну, вот по поводу плохого пива и плохой воды вы начали говорить, и, к сожалению, связь прорвалась. Ну, во-первых, вода у нас неплохая, она просто другая. То есть, скажем, в Чехии, в Германии, там из таких подземных морей воду черпают, и поэтому и вкус пива получается такой более интересный. Что касается качества пива, то оно зависит еще и от солода, от количества использованного солода, то есть именно ячменя, а не заменители этого солода каким-то другим сырьем. И вот не утихают споры по поводу содержания, минимальной нормы содержания этого солода в пиве. Вот сейчас, с 1 января, были в нашем российском законодательстве приняты изменения, где не менее 80% в пиве должно находиться солода, а 20% в заменителей. А сейчас уже эта норма пересматривается в техническом регламенте таможенного союза опять на возврат 50% заменителей солода. Павел, Павел, мы должны уйти на новостной перерыв, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Добрый день, мы снова в эфире, это программа «Парадокс». У нас в гостях Андрей Ерин, директор по корпоративным отношениям компании «Санэмбев», и говорим о пиве и падении продаж пивных компаний, ну, о том, что связано и крутится вокруг пива. Да, Павел, вы на связи? Да, я на связи. Продолжайте, пожалуйста, вашу мысль. Значит, очень важно, из какой тары вы пьете пиво. Дело в том, что у нас больше 60% пива разливается в пластиковую тару, в полиэтилен-терифталат в этой бутылке, и она, мало того, что она не герметична, она пропускает углекислоту и кислород, и пиво не просто портится. Там еще и выделяются достаточно вредные вещества, такие как дебутил-терифталат в это пиво. Поэтому, вообще-то, пиво через две недели, после того, как оно разлито в эту пластиковую тару, это уже не пиво. Павел, а вот существуют еще всякие городские легенды по поводу тех ингредиентов, которые добавляют в пиво, чтобы продлить срок его жизни, так называемых консервантов, что там чуть ли мужчины становятся женщинами и тому подобное. Это тоже все легенды городские? Или имеет мужчины и женщины, это просто, ну, есть исследования, которые, действительно, я тоже читал, что если алкоголь в пиве больше 6%, то у женщин активизируются мужские гормоны, у мужчин, соответственно, женские. Я на себе это не проявлял, честно говоря, но такие исследования действительно есть. И, в общем-то, это ученые проводили, ну, вроде как уважаемые. Британские. Вот что касается консервантов, то это вот тема, которая действительно требует отдельного изучения и, в принципе, наверное, действительно нужно провести проверку на содержание консервантов. Спасибо, Павел. Спасибо большое. У нас на связи был Павел Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики. Я могу сделать? Конечно. Конечно. Павел, очень рад был вас услышать. Ну, вам как человеку с химическим образованием все-таки нужно, наверное, будет ознакомиться со всем рядом исследований, которые провели и вот делать столь скоропалительное заключение о том, что что-то в полиэтиленте и рифталате содержится вредно, то, что выделяется в пиво, ну, по меньшей мере, некорректно, поскольку все эти исследования, которые на сегодняшний день есть за рубежом и на российском рынке, вот ни одно из этих исследований не, точнее, не подтверждает этого утверждения. И то, что касается углекислого газа и кислорода, эти исследования, опять же, проводились независимыми институтами, так вот, для того, чтобы кислород попал внутрь полиэтиленте и рифталата, причем незащищенную, без барьерного слоя, и всего лишь навсего один процент был окислен пиво, необходим срок свыше полутора лет. Поэтому о чем мы говорим? А если срок хранения пива в PET-бутылках, это, как правило, 90 дней. Как правило, есть чуть больше. Кроме того, если мы говорим о консервантах, консервантов пива не добавляется, поскольку тот самый хмель, который добавляется природный, он является природным консервантом сам по себе. это вещи достаточно общеизвестные. пиво вы утверждаете, что никаких консервантов не добавляется? Это не мое утверждение, это технологии приготовления. И то, что касается содержания соложенных... Вы говорите только за свою компанию или по отрасли в целом? Я говорю за отрасль, то есть, за наших коллег в том числе, поскольку в рамках Российского Союза пивоваров, естественно, мы делимся информацией, мы посещаем предприятия друг к другу, у нас нет друг от друга тайн в плане вот этих вопросов. И если у кого-то возникают какие-то сомнения, мы первые будем искать пути решения данной проблемы. Это очевидно. Для того, чтобы... Потому что мы дорожим своей репутацией. Что касается содержания соложенных, не соложенных материалов. Здесь не нужно забывать, что в данном случае вот под те самые либо 80, либо 50 процентов, которые обсуждаются, попадает ведь не только пивоваренный ячмень. Есть масса сортов пива во всем мире, которые производятся из или из, или с добавлением других зерновых культур. Риса, кукуруза, сорга, совершенно верно. И от этого они не становятся хуже, и они не становятся не пивом. Подвайзер это страшная вещь американская, скажем так. Есть китайское пиво, есть мексиканское пиво. Это пиво, это просто различные сорта пива. Есть крики. То есть это широкий спектр, широкая палитра того продукта, который люди могут пробовать. Поэтому если мы ставим вот такой вот шлагбаум, только 20 и точнее только 80 ячменя пиваренного и ничуть не меньше, мы просто-напросто лишаем наших потребителей огромного количества сортов пива, к которым они уже привыкли, которые они любят. Андрей, а в чем разница между живым пивом и пивом, который может храниться 90 дней? Ну, живое пиво это в какой-то степени, наверное, продукт, которым мы, например, не занимаемся. и я бы не сказал, что он существует в реалии. Ну, у него там с украины две недели, скажем. Ну, по большому счету... Или неделя. Ну, как вы себе представляете пиво, которое не прошло термическую обработку определенную, и там продолжается процесс брожения, либо этот процесс брожения нужно прервать. Я вас понял. Это вся разница, единственная разница, что там еще продолжается процесс брожения в живом пиве. А по-другому не может быть, потому что если термическая обработка была недостаточная... А это связано с какими-то вкусовыми качествами, или это рекламный ход просто? Потому что я как-то очень сильно сомневаюсь, что, скажем, в средние века пиво там хранилось 90 дней. В средние века дело в том, что пиво потреблялось практически в месте производства. То есть оно никуда не доставлялось. Сейчас же, когда существует необходимость в логистике пиво крупные компании, ну и не только крупные компании производят пиво таковым способом, чтобы его можно было хранить именно и транспортировать. То есть вы путем термической обработки просто прерываете процесс брожения пива и его можно... Нет-нет, это не прерывается. То есть процесс брожения он, естественно, проходит. Он проходит и при низкой температуре. То есть там есть несколько стадий его... Мы просто когда заговорили о живом пиве, я имел ввиду, что можно просто, ну скажем так, на пальцах объяснить, что это продукт, в котором процесс брожения еще не закончился. Но мы такое пиво не производим, поскольку считаем, что это все-таки пиво, которое еще не сформировалось и его вкусовые качества в значительной степени могут отличаться от того, что будет было в начале и будет в конце. Понятно. Неконтролируемый процесс. У нас есть два телефона звонка. Максим, извините, Михаил, добрый день. Добрый день. Я потребитель и не могу вклиниться в вашу беседу по всей химией, которую вы обсуждаете. Мне много лет пиво пробовал разное. Немецкое, чешское, в Австрии еще в достаточно количестве лет. Но пиво потребляют здесь. Все дело во вкусе. Тех вкусовых рецепторов, которые отвечают вашим потребностям, вот они и ответят на вопрос нравится вам что-то или нет. Я пью пиво БАД. У меня широкие возможности к выбору. Но вот я остановился на этом пиве. Спустя многие годы перепробовал множество сортов. Я думаю, что все значительно проще, чем все это надметание вокруг активной темы. Спасибо. Я так не понял. Каково было ваше утверждение, Михаил? Как я понял, он как раз утверждал, что он потребляет то пиво, которое производится в России. То есть перепробовал различные сорта зарубежем и в России. Что это вопрос вкусный. И тем не менее, остановился на пиве БАД, который в том числе производится в России. Оно его полностью устраивает. Я это так услышал. У меня есть друзья, которые всю жизнь пьют Клинское и ничего. Хотя меня просили не упоминать название. Прошу прощения. Не реклама. Дай Бог им доброго здоровья. Максим, добрый день. Здравствуйте. Я вот хотел тоже высказать мнение. Очень интересный эфир у вас сегодня. Но мне кажется, все-таки правильнее не раздавать шаблоны, что российское пиво лучше или немецкое пиво лучше. По сути, все компании не выводят какие-то новые бренды, новые вкусы. И здесь как бы иногда не угадаешь. То есть берешь одно и то же пиво, даже произведенное в разных городах одним заводом. И оно отличается по вкусу. Поэтому я думаю, что здесь нельзя однозначно утверждать, что вот только пьем российское оно самое натуральное или пьем только немецкое оно самое вкусное. То есть я, в принципе, пробовал разные сорта пива. У нас с женой не совпадает вкус, но тем не менее они не локализуются по какой-то стране. То есть там, например, жена немецкая, ей бельгийская. То есть, в принципе, мы как бы ищем новые. Я думаю, что всегда есть шанс любого производителя произвести какой-то новый интересный вкус, новый продукт, который придется по вкусу пользователям. То есть я как бы за то, чтобы не нарезать шаблоны, а все-таки здесь как бы тело вкуса, наверное, да, но это как бы российское тело... Ну, то есть скупать всю витрину и пробовать, пока не упадете. Ну, в течение всей жизни, да. Я не призываю в течение этой недели, а если это будет алкоголизм. Ну, в целом, не на то, чтобы смотреть, пробовать, что появляется новое, но как бы... но поддержку там предыдущего расскажу, что да, российские сорта тоже есть, которые там мы любим и регулярно покупаем. А вы Эль никогда не пробовали пить? Эль, Эль, крепкое пиво. Да, да, пиво тоже пиво. Понятно, не пить. Ну, как бы здесь вопрос эксперимента тоже, как вот говорил гость, то есть, производитель тоже экспериментирует, да, с разными вкусовыми добавками, и я думаю, они находят свою аудиторию, то есть, по сути, наверное, для каждой аудитории будет свой ответ. Но, в целом, и в общем, поддержку отечественного производителя, я просто живу недалеко от московской пивоваренной компании, бываю иногда тоже. У них, пробую новые сорта, но, по сути, хорошие технологии, хорошие продукты, и получаются качественные продукты, просто, наверное, для каждого он свой. Для кого-то действительно темный, для кого-то светлый, для кого-то, наверное, на молодежь больше ориентирован. Для кого-то Тинькофф, да, помните такую шутку? У него есть Тинькофф, он думает, что у него есть пиво. Да. Давайте возьмем последний телефон звонок. Максим, добрый день. Алло. Уже нет телефону звонков. Кстати, по поводу Тинькофф, в свое время, как раз познакомившись с Олегом на каком-то мероприятии издательского дома «Коммерсант». Он так красиво рассказывал о том, как оно производится. Я его попробовал и переключился. Тогда еще был Тинькофф Платимовый, другое пиво. То, что вот сказал... Кого там в углу ногами-то пинают? Да, это Бочкарев за качество отвечает. То, что радиослушатель сказал по поводу того, что они с супругой потребляют, ну, в смысле, пробовали пиво в разных странах. Абсолютно правильный вариант. Сам, когда бываю за рубежом, пробую пиво исключительно местного производства. И буквально в прошлом году был в Бельгии. Мне повезло, я попал на фестиваль пива спонтанного брожения и пробовал вот это самое пиво, те самые крики, которые до 4 лет в дубовых бочках выдерживаются. Совершенно великолепный напиток. Конечно, он по вкусу от традиционного пива отличается значительно, но это пиво. И это дело вкуса. То есть есть люди, которые ничего, кроме крика, пить не хотят больше. Андрей, я вот хотел вам задать такой вопрос, далеко не последний. А экономика пива и варенья какова? Какая у вас прибыль, маржа в общих показателях? Ну, сколько вы делаете на капитал процентов? 20, 30, 50? Ну, это такие цифры, которые мы, естественно, в эфире не озвучиваем. Ну, порядок хотя бы. Дело прибыльное. Дело прибыльное. В противном случае мы бы, конечно, им не занимались. И в данном случае, несмотря на то, что продажи, продажи нашего пива в 12-м году упали, но рост выручки нам удалось сохранить. Просто именно был вопрос, что хорошо, вот у вас падение продаж, там, скажем, на 10 процентов. Ведь это же для вас не критично. Если бы это, скажем так, на этом бы все и заканчивалось. Но мы считаем, скажем так, прибыльницами нашей компании по доходам на 1 гектолитр. И вот по данному параметру мы в плюсе на 12 процентов. То есть практически на те же самые проценты, на которые упал рынок по объему производства. И в данном случае нам помогло... Должен вас прерывать, мы уходим на новостный перерыв. Хорошо. Добрый день, это снова программа «Парадокс». У нас в гостях Андрей Ерин, директор по корпоративным отношениям компании «Санэнбеф». Разговариваем мы о пиве и том, что происходит на этом рынке, качестве пива и тому подобное. У нас есть телефонный звонок очередной. Александр, добрый день. Здравствуйте. И все-таки Карфагет должен быть разрушен. Помните, как Андрей Неринский, Севернатор? У нас говорят, сейчас Кремль должен быть разрушен. Ну, если в ногу со временем. Снова Александр, вот как бы представитель Клинского завода, да, я помню, отличное пиво они варили в 90-х годах, ну, в конце 90-х. Вот такая бутылочка у них была. Разные там, штуки три или четыре было разных. Люкс, вот как сейчас помню. Супер пиво, супер, супер, отличное пиво. Куда оно сидело? Вы поймите, я говорю не для того, чтобы обхаять, не говорю, что на Западе хорошо у нас плохо. И вот одно и то же пиво я пил, я еще раз говорю, вот я пил русское пиво, проданное на Западе, Балтику номер три, значит, ячменный колос, вот в магазине русский специалитет называется. Вот, и я подошел и купил, я был в шоке. Понимаете, то есть здесь продается одно, там другое. Я и хочу, чтобы пиво было хорошее у нас, но его нету по факту. Вот есть я могу вам сказать, как я покупаю пиво, я его пью все время. Я иду, захожу в магазин, смотрю, ага, новая марка пива. Я его беру, покупаю, пью две-три недели, понимаю, что оно начинает портиться, а портится оно как? Сначала такое ощущение, что его водичкой разбавили. А потом вообще вкус меняется, полностью начинается эта кислятина, голова с утра болит, давление у меня подскакивает. То есть я выпил бутылку пива, утром просыпаюсь, у меня давление 150-155. Вы знаете, я здесь к вам присоединюсь, на самом деле, потому что, вот мы сейчас спросим тоже Андрея, я наблюдал то же самое с новыми, скажем так, недешевыми брендами водки, которые водились на рынок. Совершенно верно, Степан. Это не про водку, а то же самое. Водка супер, просто прекрасная водка. Вот я помню, например, водка Белуга, была дорогая, хорошая водка. Русский стандарт. Русский стандарт. Это было очень хорошее. Через год, через год, ну, извините меня, это уже какая-то спиртяга, а не водка. То есть это политика, вот этих фирм. Есть такое дело. Александр, ну давайте все-таки мы со специалистом поговорим. Да, спасибо. Вот Андрей, вы считаете, могут некоторые производители следовать такой вот действительно маркетингу, что ведь произвести хорошее пиво или произвести хорошую качественную водку, это затратнее, чем сделать, ну, пойло, скажем так, да? Поэтому изначально раскручивается бренд. Когда бренд раскручен, скажем так, некоторые стандарты качества ослабляются, но потребитель, пользуясь уже тем, что он привык к этому бренду, он считает, что это хороший бренд и он стоит тех денег, которые он за него платит, он по инерции продолжает покупать этот бренд, а производитель получает суперприбыль. Я приведу только некоторые факты. Как говорят в Одессе, за водку говорить не буду, пусть за нее говорят производители, то, что касается пива, в частности, нашего бренда, известного Клинская. Оно по-прежнему является лидером рынка по объемам продаж, то есть люди отдают им предпочтение. Отдают предпочтение почему? Потому что оно им нравится. И если мы говорим о том, что какая-то компания возможно производит бренд, раскручивает, потом делает его дешевле. Это совершенно... В производстве. В производстве, не в политике нашей компании, потому что мы очень дорожим своей репутацией и мнением наших потребителей, и делать продукт хуже по вкусовым качествам, как вы понимаете, экономически невыгодно, потому что мы таким образом просто-напросто потеряем потребителя. поэтому мы расширяем линейку, это да. Возможно, вот с этим связано какое-то, потому что у нас появились сорта, например, это миксы, которые кому-то нравятся, кому-то не нравятся, но это не значит, что они плохие. Но вы допускаете, что некоторые производители могут следовать такой стратегии? Нет, ну вы же понимаете, следовать можно чему угодно, я за других производителей ответить не могу. Андрей, вот вопрос такой. Я вас неспроста спросил про экономику вашего дела, потому что на Западе очень много так называемых микробрюрис. Особенно это движение получило развитие такое мощное, где-то начало, наверное, в середине 90-х США делают прекрасное пиво. То есть оно буквально живое пиво. После этого пива пить что-то другое очень тяжело. У нас это вообще возможно, это экономически выгодно, делать какие-то микробрюрис. Вот начинать, скажем, бизнесменам делать микробрюрис. Ну вообще это не дешевое удовольствие, то есть там минимальная стоимость такой микро пивоварни где-то порядка одного-трех миллионов, то есть в зависимости от объема. Нет, рублей. Ну это что называется, вот именно как вы сказали, для себя. То есть это не производство. Я имел, скажем так, не совсем для себя. А хорошо, а что вы, давайте я просто сформулирую вопрос. На ваш взгляд, что такое мелкосерийное производство пива в гектолитрах? Ну на сегодняшний день цифры так окончательно и не определились, потому что в законодательстве у нас нет такого распределения по гектолитрам. В законодательстве есть по количеству сотрудников, которые заняты в производстве. Такое, да, существует. Это определено законом. По объемам производства, ну условно там считается, если я не ошибаюсь, до трехсот тысяч гектолитров, то есть это вот микропивоварня, до одного миллиона, то есть это мелкие пивоварни. А бутылках это сколько? А, ну, я бы есть, ну, пока пересчитаем. Да. Ну, для себя-то да, это продаются... Как правило, как правило, мелкие пивоваренные предприятия либо разливают в кеги, либо в пэт-тару. То есть бутылки достаточно редкие для них, поэтому... А пэт-тар это что? Это вот пластиковая тара, да, собственно, о которой мы говорили. И вот, опять же, цифра о том, что использование пэт-тары, оно во всем мире из года в год увеличивается. То есть и в том же самом Евросоюзе в Америке 6% в год рост составляет. Поэтому говорить о том, что что-то там найдено и по каким-то параметрам она не удовлетворяет. Более того, не только пиво, есть и вино, и причем не самое дешевое. И не самое худшее. Да, не самое худшее. То есть, в принципе, это такой бизнес достаточно прибыли, если кто бы о том задумывается. Но нужно не забывать, что огромные конкуренции существуют сейчас на рынке. И чуть раньше надо было, наверное, этим заниматься, начинать, пока не было вот столь жесткого регулирования, пока пиво не стало алкоголем. Сейчас это будет делать все сложнее и сложнее. Нужно получать лицензии? Лицензии пока нет. Пока, слава богу, нет. Но все идет к тому, что могут ввести лицензирование. То есть, у нас производство винно-водочных изделий не лицензировано? Пиво. Пиво. Пиво не лицензировано. Но контроль существует тотальный, то есть, начиная с сертификации производства, получения госрегистрации на продукцию. И на сегодняшний день есть еще большая проблема с введением счетчиков учета готовой продукции. То есть, вот уже более, почти полгода идет апробация этих приборов, но еще не сдвинулась с мертвой точки. То есть, проблем как было много, так и есть. Ну, а ниша для микро-брюрис у нас открыта, как вы думаете? Я думаю, что в регионах всегда можно найти своего потребителя. Здесь же в значительной степени будет определяться еще помимо продукта, как такового еще уровнем сервиса. То есть, мы можем видеть на одной и той же улице и не только за рубежом, не только в Бильдере, но и у нас. Ну, и уровень маркетинга, наверное, в первую очередь. Конечно. Чтобы раскрутиться. Если мы говорим о малых и микро-биварных, то есть, это, скорее всего, просто ресторанчик при производстве. Поэтому здесь, здесь уровень сервиса в первую очередь. То есть, качество, если мы имеем в виду, что оно соизмеримое двух производителей, то то, как оно преподнесет, в конце концов, как девушка вынесет эту кружку, как она обслужит посетителя. Ну, и плюсов сарафанное радио. Конечно, конечно. Ну, давайте возьмем последний телефон, звонок. Юрий, добрый день, вы в эфире. Добрый день. Я хотел задать такой вопрос. Почему ваша тара на Клинском пиве стекло неприемная обратно? Почему ее не принимают? Мы ее выкидываем, столько тратится стекла, труда, всякого. Алло. Да, Юрий, спасибо. У нас есть определенный процент возвратной тары, но мы все-таки считаем, что использование первичной тары, оно более соответствует гигиеническим стандартам. То есть, это делается, опять же, исключительно для пользы наших потребителей. То есть, это не как раньше, там ходили по дворам, собирали пивные бутылки, И плюс к тому, вот, к сожалению, на сегодняшний день у нас не отработана система сбора. Сейчас как раз идет активное обсуждение законопроекта об отходах, где в том числе будет и этот вопрос решен. Но скажу вам, что оборотная тара, тем не менее, мы сами, имеется в виду, пивоваренная индустрия добилась того, что она разрешена к использованию. Ну, есть определенные сложности в ней, это каждый производитель решает для себя, но тем не менее, в тех регламенте Таможенного союза о безопасности упаковки разрешено использование вторичных таратов. Нет, наверное, радиослушатель, наверное, имел в виду несколько иного, именно, что почему-то вот бутылки из-под Клинского именно не принимаются. Это не только из-под Клинского, речь идет о том, что у нас сама система сбора, просто она не отработана, конечно. А это был, наверное, просто наш фанат, фанат нашего пива. Снова скрыта реклама. Ну, я не произнес название. Да, но вы же у нас из Сан-Инбеф. Видите, как уже легко вы произносите название нашей компании. Да тут просто очень плохо напечатано было. Все понятно. Понятно. Ну, что ж, и последний вопрос у нас осталось буквально меньше минуты. Вы сами-то пиво любите пить? Да, вы знаете, люблю, люблю пить пиво, несмотря на то, что я активно занимаюсь спортом и плаванием, и лыжей, но вечерком в компании друзей и супругой в том числе грешен, грешен, люблю этот напиток. Ну, как вы сказали, называть нельзя, но вот если все-таки дозволено мне из наших произнести, вот один из любимых сортов это лёфа. Лёфа. Лёфа, да. Ну что ж, спасибо. У нас в гостях сегодня был Андрей Ерин, директор по корпоративным отношениям компании Sun&Bev. Обсуждали мы рынок пива и производство пива и все, что с этим связано. Программа вел Степан Демура. Что вам хотелось бы сказать на прощание? Лучше бы вообще бы все бы не пили. Извините, Андрей, тогда бы мы остались без работы, но лучше не пить. Удачи. Спасибо большое. Без работы мы не останемся. Нам будет чем заняться. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok